Добрый день, господа! Умада не рук-то. Безумная этимология. Собственно, название в каком-то смысле является реминесценцией или аллюзией на такое понятие, как лингвафричество. То, что в последнее время распространилось среди кругов близких к неоязыческим, задорновщина и все остальное прочее. Типологически нас не должно смущать методологию этого самого лингвафричества с безумной этимологией, которая применяется в мистических практиках не только тантры, не только индуизма, не рук-то как таковой. Ну, например, в Кабале. Итак, я исхожу из того, что, кстати сказать, само вот это понятие лингвафричество прекрасно разобрал в своей одной из последних работ. Кто нас писал? Кто нас писал очерк об изучении санскрита? Ой, то есть очерк «Залезняк». Работа «Залезняка», и, собственно говоря, эта работа называлась «Очерки любительской лингвистики». И работает настолько, как оказалось, актуальной, что за нее он получил «Солженичевскую премию». «Солженичевская премия». Отсылаю вас к этой работе. Ну, работа исключительно лингвистическая, своеобразная. Но она вот как раз в пух и прах разбивает вот все концепции и подходы вот так называемого лингвафричества и все, что с этим связано. Я не буду в подробности углубляться. Я буду говорить об особенностях мистической герминевтики тантры. Итак, в чем она заключается? Вот тезис о том, что наше мышление обусловлено языком. Это сам очевиден и не нуждается в доказательствах по большому-то счету. И в тантре речь является не только средством и инстанцией мышления, но и средством познания. И границы понимания текста, семантики слова – это тождественные границам познания как такового. Не зря же в лингвофилософской традиции существует такой термин как «протива», то есть схватывание смысла, общего смысла из каких-то отдельных элементов слова, предложения, которые порождают в сознании воспринимающего цельное представление о смысле. И этот же самый термин используется в тантре. «Протива» – это вспышка осознавания, которая из разнородных предметов, из разнородных явлений схватывает как некое отдельное результирующее целое. В связи с этим сам подход тантры, в отличие от йоги, например, классической, тоже специфицируется. Подход тантры – это йога-джнямарга, то есть объединяющий, синтезирующий, в отличие от подхода йоги, а от Вайта Веданты как вишеша-джнямарга, различающий подход. Итак, акт понимания протипхи, согласно тантрическому подходу, он тождественен, собственно говоря, самадхи. Итак, собственно, говоря, какие, скажем так, цели, какие задачи ставят собой подобная безумная нерукта? Во-первых, текста образующая, функция и термины образующие. Огромное количество существует в литературе тантр, например, скажем, таких искусственных слов. Которые похожи на какие-то, ну, те, которые просто в санскритском словаре встречаются. Либо использование имен богов, имен божеств, или имен каких-то реалий, ритуальных, философских, понятийных, в каком-то неожиданном ракурсе. И придавание им вот такой вот методами вот этой самой народной или наивной этимологии какого-то нового звучания. Ну, например, я вот тут выписал, например, Шанта, Шанта, имя Шивы, которое буквально означает, ну, спокойный, как бы, покой, блаженство, состояние отрешенности и так далее. Вот. И это имя упоминается в Визьяна Байрава Тантре. Когда Шанта прокашат, следует дышать так-то и так-то, тогда явится состояние покоя, блаженства, состояние такого умиротворенного состояния сознания. Опять-таки, методами безумной нерубты выясняется, что Шанта – это Ша-Анта. Вот. То есть то, что следует за слогом Ша. Вот. А это слог Са. Вот. То есть Са – это, как бы, один из элементов Хамса-Мантры. А, собственно говоря, в контексте вот Даррона, который описывается в Визьяна Байрава Тантре, вот, говорится о Хамса-Мантре, медитации на вдох и выдох с мантры Са-Иха – Он-Я, Он-Я и так далее. Вот. Далее, в той же самой Шива-Сутре упоминается такое имя Шивы, как Авипа. Буквально означает, ну, имя фактически тождественное понятие Пашупати, владыка стата, Авия – это овца. Вот. И, как интересно, толкует его, собственно говоря, сутра 29-го третьего раздела Анаупа и гласит, что «Йо-Випасха-Джня-Гетуш-Ча». Тот, кто пребывает в Авипе, тот является источником знания. И Пшамараджа, его, как бы, комментатор этой сутры, сначала совершенно так комментирует, ну, вполне в духе такого пандитского, школярского дискурса. Говорит, что слово «кто? Я» в этой сутре должно быть истолкнувано, ну, вот такой интерпретирующий, интерпретирующий комментарий, да, в значении «он», «са», а слово «и», «ча», «и», в значении «непременно», «и». То есть понятно. «Йо-Випасха-Джня-Гетуш-Ча». А пребывающий в положении, в состоянии Авипа считается, поэтому, причиной пробуждения знания, поэтому о нем сказано. Его милостыня, знания Атмана, данным Атмачьянам. Другие, и далее вот тут вот начинается безумная нерута. Другие трактуют эту сутру по сходству составляющих ее варм, панем, да, йо, вот, йо, царственный йогин, йогиндра, ви, практическое знание, вижняна, ма, положение, пада, последний слог стха и на образует пастха, пребывающий в положении, джня, знающий джнята, хе, то, что следует отвергнуть, хея, ту, никчемность, тучита, висарга и ща, висарга шаки, слог ча должен использоваться не в значении соединительного союза, но в значении деятель. Таким образом, это сутр истолковывается так. Йо, випастха, джня, хе, туча. Владыка йоги, благодаря вимарше шакти, пребывающий в состоянии знающего внутреннюю сущность Атмана, не должен считать себя действующим знающим, отвергая это как нищемность и ничтожность. И далее комментатор как бы оговаривается и говорит, эта интерпретация произведена не нами, а так, может быть, она не соответствует значению слов, и так может быть истолкованная каждая сутра тысячу способами. Вот. Таким образом, опять-таки, вот один из методов, разлагается каждое слово на составляющие слоги. Принцип мирухты такой, который, кстати сказать, прыгается многими, что если между словами является какое-то созвучие, существует некое созвучие, значит, между значениями этих слов существует какая-то тонкая, внутренняя, едва уловимая связь. Эту связь необходимо выявить. Вот. Необходимо продумать, осознать. А, кстати сказать, ну, прежде всего, ради чего это делается вообще-то? Вот. Естественно, очень было бы наивно считать, что, очень было бы наивно называть это наивной этимологией. Потому что те люди, которые делали эти комментарии и занимались всем этим, они, ну, как бы, можно их упрекнуть. Незнание грамматики, там, исторической грамматики. А незнание... Эти люди сами порождали грамматику и были ее живыми носителями. Вот. Поэтому упрекать их в наивности, в непонимании того, что, в общем, как бы они оперируют словами. Но даже в повседневной речи, вот, заметьте, для чего это делается? Вот именно такой подход, такой метод. Это не значит объяснить вот так, как оно есть. Это значит, вот, вызвать, побудить в сознание некое вот состояние, близкое к поэтическому вдохновению. Такое безумное. Выйти за пределы, вот, логика дискурсивного восприятия вещей, значения слов и так далее. Вот представьте себе, в повседневном нашем опыте. Обычное, простое предложение. Это семья. Каким средством вы можете нагрузить это слово? Это семья. Да. Ничем. Кроме интонации. Вот. Семантика этого слова понятна, что она происходит от слова семья. Но если мы включим безумную нерубь, то мы говорим, семья – это семь-я. Тогда это слово нагружается новым, совершенно особым смыслом, уже этическим. Этическим. Ну, в разных контекстах, по-разному, да? Вот. Ну, вот так это работает. Так это работает. То есть, и в, как бы, в комментаторской литературе вот такое вот истолкование, оно не самое главное. Оно вот как бы мимоходом бросается, вот как вот, как интенция. Как вот, вот обратите внимание, вот примените в вашей повседневной практике, вот к истолкованию любого слова, любого простого, и так далее. Вот. Соответственно, вот подобные методы нерубты, безумные нерубты, они же являются неотъемлемой частью, ну, как бы практик, методики стихосложения, теории поэзии Алан-Карш, Шлейша. Шлейша основаны на подобии слов. Вот Дандин, как и Бхамаха, называет Шлейша, определяет выражение, имеющее одну и ту же звуковую форму и более чем искомый смысл. И вот этой Алан-Карш-Лиштой, видимо, чтобы отграничить ее от Гуми-Шлейшты, о которой говорится в первой главе трактата Бамахи, начиная с Ваманной, и за это Алан-Карш закрепилось наименование Шлейша, соединение. Потом мы далее рассмотрим, вот когда мы будем разбирать как раз первую мангалу, первую шлопу, чтобы вы с ней ознакомились, я ее пока выведу. Далее, еще, скажем так, применение таких вот безумные нерубты, вот терминообразующие. То есть вот в тантре огромное количество существует таких странных каких-то терминов искусственного происхождения. Вот, например, сахаса. Очень важный, очень важный термин, так сказать, в... С одной стороны, нет ни в одном словаре, такое практически жаргонное слово. Но по созвучию, по созвучию, оно похоже на много других основных слов. То есть сахаса – одновременность, одномоментность. Са-ага, то есть сказанное вместе со сказанным. А также в этом слове звучит са-иха, то есть вдох и выдох, он и она, он и я, ну и так далее. То есть вот огромное количество. И этим термином обозначается вот такой вот, именно вот эта вот вспышка мгновенного осознавания. И первая сутра Ватуланадха сутры гласит «мага сахаса в ритья сварупа лабга». То есть когда действует великая сахаса, великое осознавание, тогда от этого достигается сварупа, осознавание своей глубинной природы. Далее. Итак, вот я вот выведу, что унмада, нерукта, в нашем понимании такой вот термин нами предложен, это вот совокупность грамматических, психотехнических, семантических, когнитивных практик для раскрытия семантической потенциальности языка, шакти. Вот. Тем более, что для тантры речь и ее атомарные элементы являются проявлением абсолютного сознания и обладают онтологическим статусом. Вот такая небольшая преамбула. А теперь вот мы посмотрим вот на практике. А вот я еще хочу зачитать, тоже по поводу смысла порождения, смысла порождения определенного. То есть в тантрической литературе еще одна функция такой безумной нерукты – это создание для перепрошивки сознания, создание различных эфмеизмов. И таких эфмеизмов, они даже группируются в определенные прям целые списки. Вот такой один из список, один из таких списков приводится в Свачханда-тантре в 15 главе. Эти списки, эти тайные обозначения, поребащики санчня, или как бы косвенные обозначения, называется опять-таки искусственным термином чумака. Чумака – непонятного происхождения слова. Мое предположение, что он происходит от глагольного корня чумба, что значит целовать. То есть поцелуй где-то вот на грани. Вот как санъебаша. Санъебаша – это сумеречный язык. Я считаю, не очень удачный перевод. Сумеречный язык, сумерки предполагает некий какой-то такой мрак и неразличимость предмета. А на самом деле санъя – это соединение. Соединение смыслов, соединение субъекта и объекта. Соединение обозначаемого и обозначения. Не зря же в тантрической метафизике говорится, что мир – это порождение имен и форм. Каждое имя и форма, она также двоится. Потому что форма – это не только геометрическое очертание предмета, но и также цвет. А форма как геометрическое очертание предмета, ну квадрат, А, Б, Ц, Д – это кшетра. А черный квадрат – это именно форма, чистая форма. Соответственно, нама состоит из нама и намин. То есть имя как такового и носителя имени. И эти дуальные пары, они соотносятся как субъект-объект, как грахья и грахака. И, собственно говоря, в согласии с противовидением Хридая-сутрой, танна-нану-рупа, грахья, грахака-бедат. Все многообразие мира, которое производит абсолютное сознание, происходит от разделения субъекта и объекта, схватывающего и схватываемого. И вот в качестве такого примера, как это безумная нерукта проявляется на практике, я взял первую шлоку, мангалу-шлоку Абхинава-гукта и Ктантра-локи. Это, в общем, достаточно важная шлока, и комментатор Джайратха говорит о ней, что в ней сосредоточена вся философия Трики как таковая. Он, Абхинава-гукта, приводит эту мангалу-шлоку ко всем своим основным работам, таким как Тантра-сара, Пратримшика, Пратримшика-Виварана и Малени Виджайотера-Вартика, то есть основные философские его работы, в них эта шлока присутствует, в самом начале она выводится. Итак, я выписал вначале небольшую анваю, пословный перевод. Кстати сказать, до этого я там выписывал несколько вариантов на английском, на французском, на итальянском. При всей достаточно простоте вот в этой шлоке нет каких-то сложных грамматических форм, нет каких-то, скажем так, проблемных композитов. Вот, все достаточно просто, но усложняется она вот за счет многозначности. Многозначности и с особенностью древнеиндийского языка, его полисемии, насыщенной амофонами и аммонимами, сложными словами, позволяющими внутри по-разному проводить словораздел, одной из самых популярных аланкаров в поэзии и поэтике было соединение шлешта. Вот здесь вот в этой шлоке вот две аланкары. Аланкары это шлешта. И вот вторая, я ее по крайней мере вижу, это опять-таки показательная храма, перечисление. Итак, давайте я вот ее не то чтобы зачту, а попытаюсь немножко ее прокомментировать. Итак, «Вимала хала шрая» «Чистая хала». Чистая... Сначала я зачитаю так, как я ее перевел почти 20 лет назад. Вот просто взял учебник, словарь Кочергиной и перевел. Чистая, нежная обитель, новая луна, творение Великая Мать и воплощенная полнота, пятиликий, страстный, скрытый Отец. Их обоих союз мерцающий, пульсирующий, которым полна Вселенная, которое есть сердце, хридая Анутара, то, что выше ничего нет, бессмертия и кура, меня дорасстроит. Во мне дорасстроится. Меня дорасстроится. Вот здесь вот, к сожалению, время нам не позволяет, но вот здесь вот опять-таки вот эта безумная нерубка проявляется. Великая Мать Махаджанани, Сришти Махаджанани может быть прочитана в совершенно безумном контексте. Сришти – это творение, эманация, проявление. Это порядок чтения санскритского алфавита, матрики, от начала до конца, от А до Ха. А Маха – это слог Ахам, прочитанный наоборот. Ма-ха-а, который означает процесс санкоча, то есть сжатие. Соответственно, Сришти и Маха – это сжатие и расширение сознания, вот этого пульсирующего сознания. Она – Великая Мать. Маха также означает свет. То есть вот особенность этой шлоки, что каждое слово здесь представляет собой технический термин, технический термин кашмирского шваизма, который в свою очередь содержит не менее десятка значений. Анутара – то, что выше чего нет. Анутара – тот, кто не имеет ответа. И в то же время тот, кто не имеет иного, тот, кто не иной. Так далее, так далее. Вот за счет вот этой игры, игры словами, усложняется и расширяется вот эта вот потенциальность высказывания до бесконечности. Созерцание ее является средством югической практики и, собственно говоря, приводит к адепта, адепта к желаемой цели. Ощущение всего во всем и соединению постигаемого и постижимого Атмана и Брахмана, Грахи и Граха. Вот с Дживатмой и Параматмой. Ну, на этом я остановлюсь. И напоследок хочу сказать, что в свое время путешествия по Непалу, через горы я совершенно страшными лесами продирался на автобусе, ехал. И вот у меня пришла такая парочка строк. Замечательно, останавливаемся ночью посреди гор, на заправку из кустов выскакивает дядька с канистрами и наливает. И шофер говорит, что скидывайтесь на топливо всем. Я говорю, я заплатил. А он говорит, нет, плати и все. Не будешь платить, здесь останешься. Ночь будет. Да, безумная этимология. И в этот момент, когда я ехал, я написал такие строки. Помоги прорваться к смыслам, недоступным нам внутри. Помоги прорваться к смыслам, недоступным нам внутри. Может кто не распознал их в потоке пустых слов. Может кто и не узнал их, я не знаю, видит Бог. Помоги прорваться к смыслам, недоступным нам внутри. Помоги прорваться к смыслам. Заклинаю, помоги. К сожалению, не успели, но у нас с Марцисом будет как раз... И вот в воскресенье мы еще встретимся. Да, вот как раз по этой шлохе мы будем ее внимательно разбирать и изучать досконально. Я только хотелось бы сделать, что действительно оно упаковано смыслами. И это самый первый такой двойной смысл, потому что Ромута высказывает благодарность одновременно Богу с Богом. И матери с отцом. Да, да, да. Я надеюсь, что вы рассказали подробнее, потому что это больше, чем два смысл. Нет, 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 нет. Парамахам Смишра насчитывает тут пять. Пять уровней прочти. Это очень интересно посмотреть подробнее. Мы остановились на самом интересном проекте. Да, да, да. Хорошо. Ну, все, а еще для вас. Вообще, мне это напомнило, Олег, такование, которое в Каббале было, Олег. Да, я говорю, это Каббала. Это Каббала. Ну, все-таки вот самое эффективное, как, не знаю, что такое, как, все-таки безумно тема логика вызывает какую-то хаотичность, случайность. А здесь явно какая-то внутренняя логика просматривается, да? То есть нельзя же безумно молодить любые вообще все разные смыслы, какие-то, которые не используются. Ну, есть же понятие унмани, тогда унмани. Светительный успех. Нет, 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 это мой искусственный. Я так понял, что это не логично. Мой, мой, давай. Пожалуйста. Попрос. Как раз с этим связано. Вы говорите, бесконечное количество смыслов, да? Или оно может быть расширено до тысячи. То есть где все-таки предел? Есть ли он? Вот такого толкования бесконечного. Либо эта практика предполагает действительно просто выход за пределы привычного понимания и введения в состояние. Да, да, да. И это состояние и в поэтике, и в тантрической литературе именуется локоттара-чаматкара. То есть изумление, превосходящее мирское видение. Да, да, да. Да, да, да. Да. В какой-то смысле. Безумная этимология мало чем отличается от обычной, потому что если открыть словарь фастмера, мы увидим, что, собственно, то, что ты предложил, собирательное от семьи и есть семья. Поэтому на самом деле академическая этимология и индийская нерубь-то мало чем отличается. Количество неправильных этимологий в ней примерно пополам. То есть изумление... Абсолютно верно. Так и есть. Вот, например, этимология. Слово чакра. Это чар и крам. Да, то есть двигаться и шагать. Ну, кто же кажется, что это безумие там, да, что это лингвофричество. То есть слово, на самом деле, семья, оно же выводит нас на, значит, кей, проиндоевропейское, и это уже слово шило. То есть, понимаешь, на самом деле настолько безумно традиционная этимология, что сложно ее в этом безумии переплюнуть. Еще более безумным, чем безумным. Последний комментарий, который профессор, как-то сказал, что этимология нерубь-то. А теперь неправильно было просто называть этимологией, как именно дерево, это скорее способ накладывания божества, смыслов. Да, 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 вот это я и хотел сказать. Это об этом... Этимология хопа. Да, 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 да. Ну да. Герои. Большое спасибо. 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 Герои. Герои.